Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами будем тестировать два новых продукта бренда Ваунд. Это маска с эффектом пилинга и сыворотка масла с эффектом сияния кожи. Я расскажу вам об ингредиентном составе, обсудим, как использовать эти продукты, нанесу на себя и поделюсь своими впечатлениями. Если вам все это интересно, поехали! Оба продукта, как и вся линейка Ваунд, зарегистрированы веганским сообществом и предназначены для того, чтобы наша кожа была гладкой и сияющей. И в первую очередь, для достижения такого результата, мы берем маску с эффектом пилинга. В основе формулы экстракт дуба, который защищает кожу от агрессивных факторов окружающей среды и повреждения свободными радикалами. И также содержит особые углеводы, усиливающие увлажнение. Также экстракт розового помела, который содержит альфа-гидрокислоты, антиоксиданты, витаминные сахара. И именно этот экстракт дает отшелушивающий, увлажняющий эффект, который возвращает и поддерживает натуральное сияние кожи. И гидросфера. Специальная технология, молекулярно напоминающая губку, которая постепенно отдает коже влагу в течение 24 часов, укрепляя защитные барьеры снутри и обеспечивая постоянное увлажнение снаружи уже с первой минуты. Экстракт дуба, гидросферы мы уже встречали в других продуктах Ваунд. И эта маска, как мы видим, дает нам все те же обещания, как и предыдущие продукты в линейке. И сейчас я хочу нанести маску на лицо, чтобы посмотреть, во-первых, как моя кожа чувствительная отреагирует на нее. Потому что для меня это большой показатель. Не покраснеет ли, будет ли вообще комфортно мне. И второе, конечно же, я хочу посмотреть эффект, насколько она будет гладкая и отшелушная. Сейчас у меня, как вы видите, нет макияжа, поэтому эксперимент будет проводиться прямо в чистом виде. Текстура у маски пилинга нежная, кремово-гелевая. И говорят, что она будет охлаждать кожу при нанесении и отшелушивать без агрессивного скрабирования. Нет здесь абразивных частиц. И еще дают нам такое обещание, что за неделю будут уменьшаться поры. Вот я вижу, что очень плотная такая консистенция, которая при этом как будто бы тающая. Но если вы посмотрите мой обзор на бренд Ваун, то это одна из характеристик бренда, что текстуры трансформируются, доставляют удовольствие. Там мы очень много на эту тему говорили. Я прям вот вижу, как она тает, у меня эта масса на руке. Напоминает одновременно мне и бальзам Ваунт, и плюс маску ночную отшелушивающую, которая также и увлажняет, и содержит энзимы граната. Я буду прям вот пальцем, ладно, наносить, потому что в такой тюбе, ну как бы лопатка здесь не очень удобная. Прям выдавливаем на палец и наносим на кожу лица. Очень приятно пахнет. Аромат не цитрусовый, а какой-то вот нежно-кремовый, как у дорогого ухода. Ну вот, я нанесла, и мне кажется, что маловато. Берем еще. В маске 75 мл. Ну, наверное, вот этого количества уже будет достаточно, которое я наношу. Я привыкла наносить кисточкой пальцем, уже вот не очень удобно. Кисточкой у меня сейчас под рукой нет, поэтому будем справляться так. Вот насколько мы привыкаем к дополнительным аксессуарам. Кисть, она прям вот гладко все наносит. Вот, девочки, кто пальцами до сих пор наносит маски, это неудобно. Поверьте мне, насколько удобнее кистью все это распределяется. И кисть может залезть в самые-самые укромные какие-то уголки, куда палец либо не достает, либо просто вы забываете о кисти, вы уже проходите по всему лицу. Арифлэм заявляет эффект охлаждения. Ну, я чувствую прям небольшой такой холодок. Но я бы это назвала не охлаждением, а свежестью. Вот прямо ощущение кайфа, вот честно. Действительно, линейка Ваунд это продукты, которые доставляют удовольствие. Я использую практически все, кроме срез для век. Я использую и крем-гель, и дзен, и увлажняющий, и тонер-мист, и бальзам очищающий, и маску ночную. Что там еще Ваунд есть? Может быть, если... А, разогревающую маску меньше всего тоже использую. Потому что чаще всего делаю процедуру для кожи лица. Принимаю в ванну, и у меня уже кожа разогрета. Поэтому вот подобная маска, она у меня зелененькая. Не используется практически. Но вот все остальное, что я перечислила, это вот прямо кайф тактильный. Кайф аромата, кайф на коже. И вот надо было им сделать еще свежесть и эффект в этой маске. И посмотрим сейчас, как она отшелушит. Но уже удовольствие я получаю. Ну что, засекаем 10 минут. Итак, 10 минут прошло. Я могу отметить, что маска на лице осталась в том же виде, как я ее нанесла. То есть, обычно кремовые маски, они прямо прячутся с лица. Кожа их забирает. И на поверхности не остается вот таких кремовых разводов, как у меня. Но здесь вот я с одной стороны нанесла поменьше. Слой, кстати, в описании к маске написано, что надо щедро наносить. То есть, компания хочет, чтобы мы прям толстым слоем наносили. Но я могу вам сказать, что вот я нанесла. И в принципе, за 10 минут небольшой слой очень неплохо работал. А вот здесь я нанесла слой побольше. Ну, не сказать, что прям щедро. Но тем не менее, было продукта побольше. И вот он весь на поверхности лежит. Кожа ощущает себя одинаково комфортно. И сейчас я буду эту маску удалять. Кстати, хочу отметить, что чувство свежести сохранилось. То есть, по-прежнему есть такой очень-очень неуловимый холодок красноты. Маска у меня не вызывает. А это значит, что она абсолютно не агрессивная. Смывать лучше вот такими губочками. Они стоят 100 рублей всего. И ими можно довольно долго пользоваться. Я смываю ими все. И маски, и очищающие средства. И они тоже чуть-чуть совсем отшелушивают кожу. Но самое главное, что кремовые текстуры масок, они убирают очень хорошо. Ну, вы видите, что я вот провела. И уже, кстати говоря, кожа действительно гладкая. Не знаю, как насчет сияющая. Сейчас я все смою. И тогда уже смогу давать пояснение. Итак, я смыла маску с лица. Могу отметить, что кожа действительно гладкая. Действительно сияющая. Лицу очень комфортно. Для меня это самое главное. Эффект похож на эффект ночной маски Ваунд. Голубенькой. Только там вы спите всю ночь. С утра просыпаетесь, смываете. И у вас такая обновленная кожа. А здесь 10 минут. То есть, экспресс обновление. Если у вас впереди какой-то макияж, который должен выглядеть эффектно. Либо, в принципе, вы хотите убрать тусклость цвета лица, тусклость кожи. Также, помните, да, маска обещает, что будут уменьшаться поры. Я думаю, что она будет их вычищать с помощью альфа-гидрокислот. С помощью вот этого мягкого отшелушивания. И, соответственно, поры будут постепенно сужаться. То в этом случае имеет смысл вам посмотреть в сторону данного продукта. После того, как маску мы смываем, хочется дать коже какое-то увлажнение, либо питание. Здесь нам Арифлейм предлагает новый продукт. Это сыворотка масла с эффектом сияния кожи. И сразу надо сказать пару слов по использованию. Рекомендуется наносить эту сыворотку на вашу увлажняющую сыворотку, которой вы пользуетесь. У меня это эссенция Novage. Вы можете брать любую сыворотку. Optimal, Novage из комплексного ухода. Но вот в данном случае я беру мой любимый увлажняющий продукт. Каталог Арифлейм. И наношу на кожу лица. Для чего мы это делаем? Сыворотка Wound будет запечатывать увлажнение в коже. Представляете, какой действительно вау-эффект у данного продукта. Пока я наношу эссенцию, давайте расскажу вам немного о сыворотке. Она нежнейшая, с легкой текстурой сухого масла. Я пока сама с трудом представляю себе, что это за такая текстура. Но сейчас буду наносить и делиться своими впечатлениями. Будет дарить сыворотка коже здоровое сияние, увлажнение мгновенно впитываясь. В основе формулы масло Омега-9 из водорослей, которое поддерживает естественные восстановительные процессы в коже, наполняет клетки влагой, стимулирует выработку коллагена и эластина. И также увлажняющая комбинация масел, микс для кожи. Там есть и эмаленты, еще дополнительные минеральные микрочастицы, которые питают и увлажняют кожу, предотвращая потерю влаги. И благодаря этому миксу ваша кожа приобретает золотистое сияние. И несмотря на масла в составе, Арифлэм обещает, что эта сыворотка не будет забивать поры. Если вы оставите флакончик где-то на полочке, то золотистый осадок опускается вниз. И получается у баночки такое золотое дно. И для того, чтобы использовать данный продукт, вам надо немножечко поболтать и помешать. Это средство с пипеткой очень красиво переливается. Перламутровое масло. Я до сих пор не понимаю, что такое эффект сухого масла. Но берем пипетку. Сейчас я уберу все, что там внутри было, потому что я все перемешала. И надо маленькую-маленькую капельку. Потому что это очень интенсивное средство, которое распределяется по коже лица. И дарит вам золотое сияние. Главное, чтобы это было действительно сияние. Пахнет очень приятно. Руки скользят. Можно, я думаю, использовать самостоятельно. Можно наносить под макияж в качестве основы. Для того, чтобы макияж выглядел более эффектным. Обещают, что быстро впитается. Так ждем. Когда же, когда. Пока я ощущаю, что я вся в масле. Я не знаю, что в нем сухого. Если вы знаете, что это за такой эффект, пишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я впервые с таким сталкиваюсь. Но, по-моему, впитывается. Текстура действительно легчайшая. Я не ощущаю какой-то тяжести на коже. Обещают, что средство будет подходить любому типу кожи. Включая чувствительную. И включая даже кожу, склонную к воспалениям. Мне сейчас не очень удобно. Но вы не забудьте при использовании нанести средство и на шею тоже, чтобы придать сияние. Я знаю, что некоторые девочки любят сияние на лице и даже на теле. Когда загорают, это смотрится бесподобно. Просто холеная кожа. Я думаю, что эта сыворотка, особенно летом, мало того, что будет наполнять кожу полезными веществами, так еще и придавать такой шикарный лоск. Ну, смотрите, вот прошло всего, наверное, где-то полминуты с тех пор, как я нанесла сыворотку. И я вижу, что блеск масляный, который в начале был, он практически исчез. И осталось только золотистое сияние. Я бы, конечно, нанесла еще тональную основу. Но я знаю, что сияние кожи сейчас в тренде. И многие девчонки с радостью украсят свою кожу подобным продуктом. Я пошла наносить макияж, чтобы снимать следующее видео для вас. А буду ждать ваши комментарии и читать, что вы думаете о новых продуктах. Читать внизу под этим видео на канале Взлет. И также, если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. Делитесь им в своих социальных сетях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео о новинках Арифлэйм на нашем канале. С самыми первыми. Пока-пока.